В чебоксарских аптеках можно легко, без всяких документов, купить антибиотики, которые должны продавать только по рецепту. А вот воспользоваться законным правом и сравнить максимально разрешенную цену на жизненно необходимые препараты с тем, по какой стоимости они выставлены на витрине, наоборот, очень непросто. Такие нарушения выявили представители народного контроля. Подробности у Ольги Пырочкиной. Первая же контрольная закупка антибиотика в одной из аптек на Московском проспекте. И удача, если можно так сказать. Мы сделали у вас контрольную закупку антибиотика, который должен тоже был в рецепт продаваться. Вы его продали нашим представителям и без рецепта. Назначение врача, наверное, там карточка медицинская, что-то. Ничего у нас не было. Вы знаете о том, что вы нарушили? Продавать антибиотики без рецепта в России запретили еще в прошлом году. Дело в том, что если часто и без особой необходимости принимать их, то бактерии адаптируются и становятся устойчивыми к лекарствам. И сейчас это реальная глобальная угроза. Впрочем, на продаже антибиотика здесь нарушения не заканчиваются. Чтобы аптеки не могли накручивать цены до заоблачных высот, самые необходимые, безопасные и эффективные лекарства Минздрав России включает в специальный перечень жизненно важных препаратов. В нем же указывается максимальная разрешенная для розничной реализации цена. Предоставить этот список должны по первому же требованию. Как потребитель, я у вас могу потребовать этот перечень. Вы мне его не предоставляете? Нет, перечень. Вам весь список надо перечень дать? Да, да. Вы чуть-чуть подождите, сейчас руководство приедет. Вместо того, чтобы ждать кого-то, представители народного контроля отправляются в следующую аптеку. История повторяется. Вы имеете право продавать без назначения врача вот этот антибиотик? Что касается списка, то фармацевты утверждают, он есть, просто в электронном виде. И предлагают распечатать определенную страницу. На это уходит время, но, как оказалось, ждали зря. Вот это повторяющая информация. Те или иные нарушения представители народного контроля выявили практически в каждой аптеке, где побывали во время рейда. Их теперь ждет более серьезная проверка. Мы вчера в рамках партийного проекта заключили с представителями Роспотребнадзора соглашение о совместном сотрудничестве. Конечно же, мы приедем в свой штаб, напишем соответствующим надзорным органам, которые несут ответственность для того, чтобы они приняли необходимые административные меры.